всем привет друзья с вами варчик в этом видео поговорим с вами про битву блогеров 2021 опять режим 7 на 7 снова команды блогеров в этот раз в каждой команде по двое блогеров с 29 января по 5 февраля можно будет зарегистрироваться в любую из команд которая вам нравится собственно в это же самое время мы сможем поиграть в режиме 7 на 7 за выбранную команду регистрируйтесь и сразу играйте все очень просто картошка никогда не была сложной 29 числа можно будет поиграть с 12 часов дня до часу ночи во все остальные дни с 8 утра до часу ночи по москве в этот раз стиль битвы блогеров я так понимаю какой-то там уличные банды там и так далее выглядит конечно же прикольно красиво офигенно прошлые разы там были какие-то стиле типа все танкисты но в этот раз блогеры это самые главные челики своей банде очень много всякой графики картошечка по нарисовала менюшек всего очень много все такое красивое офигенное выглядит конечно же кайфово видимо поэтому картошки все время не хватает ни средств ни профессионалов которые бы нарисовали столько же нужных и классных менюшечек в остальных местах по всей игре где это необходимо для игроков но вот когда это касается битвы блогеров тут бабки и рабочие руки всегда найдутся у нас есть четыре команды в каждой команде по два блогера юша со вспышкой амвэй с корбином инспирер с левшой не рью с эвил ранее вот такие четыре команды в принципе я все рассказал практически еще будут соответственно награды вы будете участвовать в этом режиме набивать какие-то там очки за эти очки вы будете повышать уровень за уровне будете получать награды награды как обычно вагоны маленькая тележка всякого барахла и мусора вы будете получать гарантированно 50 бон и что-нибудь из перечисленного дальше барахла один день према 100 к серебра какие-то там брошюрки помойка для снимания оборудования пару оборудований пару резервиков пару инструкций в принципе вот такой вот мусор теперь я уже начинаю рассказывать именно за себя что мне дает этот режим нужен он мне не нужен и почему и так битва блогеров лично для меня в плане наград вообще ни о чем на моем не бедном аккаунте вот эти вот там какие-то там бумажу личке резерве ки и так далее она все это потеряется я даже не замечу что я что-то получил это раз второе какие-то там декальки камуфляжики этого у меня на аккаунте тоже всего навалом это меня тоже не интересует как на рада вообще я не являюсь фанатом никого из блогеров поэтому ни один из камуфляже для меня ценности не имеет вообще да все круто нарисовано все красиво стиль мне нравится в этот раз прям все по кайфу но лично для меня это ценности не имеет никакой это раз второе можно поиграть в этот режим не ради наград ради кайфа от боев в режиме 7 на 7 но режим 7 на 7 для меня тоже пройденный этап и он для меня никакой сейчас объясню почему там меньше карт там всего лишь семь человек в команде там сразу начинается самый интересный этап в картошке развязка боя поскольку танков на карте меньше то вы сразу играете в самое интересное когда есть на карте пространство и вы можете его использовать для тактических переездов маневров обманывать врагов занимать неожиданные позиции это интересно но это 7 на 7 попробовал различные тактики на разных картах вы поймете что в обычном рандомном бою разнообразие больше если сыграть одну и ту же карту много раз поскольку в режиме 7 на 7 вы уже играете конец и вы можете просто финальной тактики применять и все я в это уже играл она для меня уже как пройденный этап мне не интересно вообще не награда не сам режим мне это не интересно это очень интересно только поначалу и потом очень быстро надоедает и все конец по поводу этих команд если вы вступите в какую-нибудь команду вы уже зашкваритесь я даже не знаю нужно ли высказывать свое мнение по поводу команд и блогеров поскольку в целом грубо говоря они мне все не интересны и даже более того большинство из этих блогеров я особо не разбирался чё там у них за контент особо долго никого не смотрел ни с кем из них не общался я не являюсь фанатом они мне вообще не интересны юша мне не интересен он слишком скучный вспышка абсолютно неадекватный как игрок неправильно понимает вообще суть игры механики как она устроена в эту команду я бы не вступил никогда в жизни амвей корбин амвей там успел зашквариться корбин тот еще подарок довольно таки яркая команда но опять же они менее интересны inspire левша особо плохого сказать про них ничего на и хорошего тоже ним меня не интересны ну и не рью с apple грани не особо я перевариваю видосы не рью не особо с ними согласен с некоторыми но в целом я их особо то и не смотрю и вел грани вообще никогда практически неisonרел что я могу сказать про них ведь я их даже практически никогда и не смотрел они мне неинтересны сказать толком нечего единственное что у меня негативное отношение ко вспышке только к тому как он понимает игру все как люди они мне вообще не интересны как блогеры тоже как танкист и тем более этот режим не не интересен наградами он мне не интересен в плане игры в целом это событие я просто скипаю пропускаю еду дальше занимаясь тем что мне интересно как для игрока это абсолютно бесполезное событие единственное что я вижу что огромные ресурсы затрачены на его создание укомплектацию проведение даже просто нарисовать это все вот бы игрой так занимались с вами был варчик играть красиво всем пока